И снова здравствуйте. Сегодня у нас на обзор один из самых ожидаемых релизов не то, что в современном хип-хопе, но и в современной музыке вообще. Прослушав данный альбом, я смело могу заявить, помните, что я говорил про Дрейка? Забудьте, ведь появился Кендрик. Альбом Damn стал четвертым студийным альбомом американского хип-хоп исполнителя Кендрика Лома. Альбом вышел 14 апреля, которому предшествовало два сингла The Hard Part 4 и Humble, которые, соответственно, дебютировали в первых строчках рейтинга Billboard 100. История альбома началась 23 марта 2017 вместе с выходом сингла The Hard Part 4, где была отсылка к тому, что полный альбом выйдет 7 апреля. 30 марта вышел уже нашумевший второй сингл Humble, и вот народ начал с нетерпением ждать 7 числа. Но в итоге на всех наебали, ибо 7 числа состоялся анонс анонса альбома, который будет выпущен окончательно. Вместо продаж только открылась предпродажа 7 числа, и людям пришлось ждать еще неделю до окончательного релиза. Ну, в общем, перейдем, как обычно, по содержанию, по облоге и по названию альбома. Как известно, обложка альбома была разработана дизайнером, проживающим в Лос-Анджелесе, Владом Сепетовым. При том, что известно, что Сепетов работал с предыдущими обложками Кендрика и делая артворк для других современных рэперов. Включая Schoolboy Q, J-Rock, The Game, ну и прочих ребят. Стоит также понимать, что намерения дизайнера касательно этой обложки были создать обложку забористую, гулкую и дерзкую. При этом, именно вот этот вот шрифт, именно вот этот выбор цветов, именно расположение значка Parental Advisory, то есть в необычное место, все это вот послужило иллюстрацией всей этой дерзости, казалось бы, да? Хотя многие считают, что это всего лишь оляповатый выбор шрифтов, оляповатый выбор каких-то дизайнерских решений, что все это выглядит смешно и достойно мемесов. Что же до самого названия Damn, то стоит полагать, что это некая квинтэссенция усталости и, возможно, отсылка к религиозным мотивам, которых в альбоме, кстати, будет ВОЗ и Маленькая Тележка. А вообще, касательно основных мотивов альбома, здесь есть все. И охренительные истории, и религиозные мотивы, и обвинения в сторону американских мастмедиа и полиции, и, в частности, канала Fox News и прочее, 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 прочее. Что характерно, данные мотивы не выглядят обрывками и смысловыми кластерами, которые не связаны никак и никоим образом. Вместо этого, несколько таких посылов вплетены в каждый из треков. Например, трек DNA одновременно рассказывает о расовых и этнических корнях Кендрика, вместе с этим поливая грязь в ДНК тех журналистов, которые пользуются его именем, обвиняя его в негативном влиянии на подрастающее афроамериканское поколение. Дальше, вот что характерно, дальше эта тема развивается в треке «Я», где Кендрик рассказывает, что черный – это всего лишь цвет, а не человек, а полиция и медиа в современном мире – это средства контроля, но никак не защиты и предоставления информации соответственно. Подобная мысль четко слышится в хуке трека «Buzzin', raiders buzzing, ya-ya-ya-ya-ya», где «ya-ya» слышится как искаженная форма имени христианского бога Яхве на самом деле. Об этом писали и другие критики, это и слышно на самом деле любому внимательному уху. Таким образом, герой Кендрика нам указывает на то, что его собственный моральный компас или его бог, ему единственный судья, а не какие-то там масс-медиа, полиция или еще кто-либо. И что самое забавное и интересное при всем этом, все это сложено довольно простыми словами, среди которых очень легко пропустить подобные месседжи. Естественно, все подряд я рассказывать и указывать не буду, потому что это займет очень большой хронометраж видео, поэтому назову только некоторые ключевые темы, которые мне больше всего запомнились. Например, кроме вышеупомянутого элемента с религиозностью и социальщиной, стоит опять же взглянуть на трек «Humble», который вышел отдельным синглом перед, собственно, альбомом. Вообще, когда он вышел по отдельности, у меня сложилось впечатление, что это очередной бэнгер от Кендрика, где есть и качающий бит, и который состоит из классических фортепианных клавиш, и синтовых рейзеров, и вот этих акцентов на фонг или эй в конце фразы. То есть вот стереотипно классическая структура хип-хопа, которая немножко транспонирована на новый лад. И все было круто, все было качево, все было интересно на самом деле. Ну, немножко так как-то, чуть-чуть по-бессмысленному, да? Весь трек рассказывал о том, что вот как я живу, смотри на меня и будь поскромней. Ну, как-то так. Но в альбоме этому треку придает дополнительный смысл предыдущий трек «Прайд», где мы слышим затяжную и монахоличную историю о том, как протагонист снобски мечтает об идеальном мире, отказываясь немножко попуститься и спуститься с небес на землю, и вести себя не настолько горделиво. Так вот трек «Хамбл» служит ответом «Прайду», где этому протагонисту указывают на то, что мир, он не совсем такой, как представляет его себе протагонист из «Прайда». И что ему, этому гордецу, стоит попуститься и «бей хамбл», то есть быть поскромнее. На самом деле как-то так. Дальше. Запомнились еще три ипостаси в треке «Фир». То есть страх в 7-летнем возрасте, когда Кендрик был жертвой домашнего насилия, страх в 17-летнем возрасте, умереть никому неизвестным и ненужным, и страх в 27-летнем возрасте от того успеха, который его окружил. Вот так вот. Стоит подчеркнуть, что настроение Кендрика на протяжении всего альбома довольно уставшее и депрессивное, даже, казалось бы, в самых кочевых и активных треках. Принимая во внимание все сказанное выше и не сказанное мной на то, что осталось Кендриком, ну, собственно, в альбоме, и что стоит прослушать, у подобного предположения есть все основания быть правдой. С музыкальной же стороны Кендрик и его товарищи решили покреативить по полной, и причем они сделали это довольно успешно. Очень много использовано сэмплов, перевернутых задом наперед, как и в основе битов, так и в роли каких-то дополнительных скитовых или вокальных вставок. Например, трек Loyalty основывается на перевернутом сэмпле из трека Bruno Mars 24K Magic, а вставки в том же треке Fear это перевернутые фразы Кендрика или приглашенных МЦ и вокалистов. Касательно фитов, их не так уж и много, но зато какие они, собственно. Впервые на данном альбоме Кендрик сотрудничает с Рианой и с Бона из YouTube, то есть, соответственно, в треках Loyalty и XXX. Рианка в Loyalty читает на уровне просто топ, а вставки вокала в Бона добавляют дополнительный меланхо-депресс к треку XXX. Но опять же, биты минималистичны, дающие раскрыться вокалам Кендрика и приглашенных артистов. И вот, казалось бы, ничего особенного, да? Но ведь основной мелодик-контент как раз в вокале Кендрика. С мета ритмических структур, игра с тональностями, артикуляцией, интонацией, пит-шифтами. Все есть в альбоме Damn. Но нет в последних альбомах современности, что придает альбому Кендрика вот просто вот такую уникальность. Опять же, я не могу охватить все, что мне так понравилось в альбоме, потому что тут очень-очень много всего. Вообще, стоит также упомянуть, что прослушав альбом Кендрика, у меня сложилось впечатление, что я просмотрел некий сериал или фильм из различных вставочек жизни Кендрика. Потому что на последнем треке очень четко слышится вот этот момент, когда опять же идет как перемотка назад всего-всего-всего альбома и фразы Кендрика, что мол, однажды я прогуливался по парку. Или как-то так, я на самом деле уже точно не помню. То есть, в итоге стоит заключить, что Кендрик очень вырос по сравнению со своими коллегами по цеху. Ведь в данном альбоме каждый сможет найти все. И покачаться, и подумать о жизни, о людях, о чувствах, и погрустить на самом деле вместе с Кендриком. А от меня сегодня за этот уникальный альбом, естественно, 5 из 5. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайк. И если вы тут оказались впервые, не забудьте подписаться. Напишите также мне в комментариях, слушали вы альбом или нет, понравился вам он или нет. И что мне послушать еще, и на что мне сделать обзор в будущем. А так, всем спасибо. Всем пока.